Прекрасный лозунг Думай головой, а не кошельком Вот он отражает ситуацию в городе В городе лица, принимающие городские решения Думают не головой Они думают кошельком, что неправильно На самом деле мы здесь сегодня с вами Наблюдаем маленький социальный эксперимент Когда депутаты Услышали, что на публичных Слушаниях по строительству Дороги по парку Дневник Кулибина Что все жители высказались против Мэр наш сказал, что Остальные жители просто кто за, они просто не пришли Им было типа не до пустяков Вот сегодня мы с вами здесь Проводим эксперимент А любой нижегородец может поставить свой знак За или против Вот уже скоро час как он стоит И как вы видите Как-то вот не очень люди рвутся ставить знак за Народ рисует знаки, но народ не хочет дороги То есть на самом деле Мы имеем такой вот яркий случай Когда городская власть Которую горожане Выбрали для того, чтобы она сделала их жизнь лучше Она решила, что У нее свои дела Ее очень плевать, она хотела на горожан Что не очень правильно Мы не для этого ее выбирали, чтобы она Решала свои проблемы Поэтому, когда начинаются лозунги Что там Сорокина в отставку Вот, скажем так, при всей неполитизированности нашей организации В данном аспекте мы ее совершенно поддержим Потому что, ну, как бы Горожская власть нам нужна не для того, чтобы пилить деньги А для того, чтобы экологическая ситуация в городе улучшалась С пиливанием деревьев такого результата никак не достигнешь По машине оде ручкой Мы хотим расти в чистом городе В красивом и в светлом Главное в зеленом Да? До свидания Мы все заботимся о том, что у нас должен быть там Пункт питания, там какой-то супермаркет Там в шаговой доступности Парковка в шаговой доступности Почему, как бы, как-то не задумываясь о том Что у нас должна быть какая-то зона отдыха в шаговой доступности У нас администрация периодически Покушается то на один парк Да, то он другой И постоянно приходится отстаивать там, да Каждый кулачок зеленой земли там, да Вот, который создан, в принципе, для нас, для людей И, как бы, даже люди-то до конца не понимают То, что зеленые территории Это такая же там законная инфраструктура города Как и любые дома, дороги Мы не хотим жить в каменном городе Потому что уже, по примеру, даже других городов Которые в России существуют Все, наоборот, стараются озеленять Стараются делать больше парков У нас это, наоборот, тенденция идет к тому Что это все сокращается, сокращается и сокращается Каменный город — это не будущее города Это уже, скорее всего, признак отсталости Города, получается, чем его развитие К людям надо прислушиваться Если народ говорит, что они не хотят там парк вырубать Что, видимо, как-то нужно прислушиваться И искать альтернативные выходы Они есть Есть множество способов и предложений Которые уже много лет предлагают В том числе экологи Как решить городские проблемы транспортные Ни одно из них ни разу не было Как-то принято к сведению Власти делают что-то абсолютно экологически безграмотное Как всегда Я хочу сказать, что каждое дерево в городе Имеет огромную ценность Особенно в центре города У нас нормативы по озеленению Не выполняются вообще А вся застройка в центре города Идет либо за счет поджога старых домов Либо за счет сноса зеленых наслаждений Потому что для людей власти Почему-то им кажется, что место, занятое деревом Это пустое место Это, видимо, так вот в голове устроено То есть, киоск — это место занятое А вот если там стоит дерево, это место пустое С ним можно делать что угодно То есть, абсолютно нет у людей в голове ценности природы Но если говорить конкретно о городских депутатах Вот те, кого приходится наблюдать Они абсолютно экологически безграмотные, просто скажем Как, собственно, и, естественно, и практически все люди у власти Это ненужная какая-то область знаний для них Которая не обращает внимания И к нашим голосам они абсолютно не присутствуют Я пришла сегодня поддержать Людей, которые против вырубки Кулибинского парка И известно, что наши депутаты городской думы приняли решение Что для расширения улицы Горького нужно вырубить Два ряда деревьев в парке Кулибина Вдоль улицы Для того, чтобы, видимо, очень быстро ездить с площади Горького до площади Свободы Потому что больше эта улица никуда не ведет И вообще транспортные проблемы города настолько запущены Что пытаться их решить путем вырубки деревьев Это просто цинизм Для меня предпочтительнее все-таки зеленый ландшафт Потому что все-таки мы дышим кислородом, который выделяет растительность И дорог так предостаточно, а деревьев становится все меньше Особенно в Нижнем Новгороде с каждым годом Я никак не могу понять, почему необходимо именно здесь делать широкую дорогу И больше всего меня не то, что возмущает, а трогает до глубины души Задевает то, что дорогу хотят сделать на месте кладбища Я не понимаю вообще, как можно ездить по гробам, по костям Здесь вообще пантеон надо строить на месте этого кладбища Я не являюсь религиозным человеком Но меня это возмущает Я этого не понимаю Не понимаю, как человек просто Ну надо исправлять ошибки, надо возрождать Возрождать нашу духовность, нашу культуру, нашу соборность Поставить не только памятник Кулибину и бабушке Горького А также другим, пускай не столь знаменитым, в районе России, но заслуженным, хорошим людям Идея разорить кладбище, варварское кладбище, это святое место Парк Кулибина, где захоронены наши предки И собираются разорить фактически могилы Это антихристианская, антибожественная, антигуманная, антигражданская, антидемократическая в нашем обществе идея И поддержание этой идеи нашими руководителями Это просто плевок в сторону людей В частности, вот у нас захоронены фактически в этих местах предки Уже захватили часть парка Уже на костях построены здания И продолжение разорения парка И продолжение вот этого варварства На могилах, на костях, на памяти нижегородцев Вечная память, которая должна храниться У нас кусочки остались старины в центре И сохранить эту старину, это наша задача Сохранить для наших потомков В древности Бога называли род А тут до слова природа Родина, родники и так далее То есть мы живем при роде, на природе То есть деревья – это неотъемлемая часть природы Поэтому можно сказать, что все равно, что руку себе отпилить и так далее Хочется сказать, что город изуродовали вырубкой деревьев и зеленых насаждений Вот на западе, в Париже, в Берлине множество зелени Люди отдыхают, получают удовольствие У нас же все деревья вырублены Посаженные деревья, за ним никто не ухаживает Они погибают Люди болеют онкологическими заболеваниями Людям негде отдохнуть Нам не нужны развлекательные центры Нам нужно здоровье, зелень Отдых нормальный для людей И когда закончится это безобразие Совершенно неизвестно Мы категорически против Всякой вырубки Это варварство Если вы смотрите на запад То хотя бы посмотрите, как там заботиться о своих городах И не позорьте родной город В глазах хотя бы западного сообщества Ради своих денег и карманов Вот так В условиях городской вырубании ни в коем случае нельзя вырубать зеленые насаждения Для примера можно взять многомиллионный город Нью-Йорк И центральный парк И у властей Нью-Йорка никогда не возникает мысли Вырубить это место, где собираются и бедняки, и богатые И просто люди проводят там время Бегают по утрам, отдыхают с семьями Город намного больше, чем Нижний Новгород И они понимают необходимость зеленых насаждений Для улучшения экологической среды Наши же власти делают акцент только на своем экономическом интересе И это очень пугает Что будет с нашим городом, что будет с нашими парками Это плачевное состояние на сегодняшний день Какой-то свой интерес преследуют политики наши нижегородские Чисто личная выгода Надо учитывать мнение жителей города И в первую очередь мнение местных жителей, которые проживают около этих парков Потому что они наиболее заинтересованы в этом Я, наверное, выберу парк Да и не наверное Там здорово проводить время Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова